приветствую вас на первом циничном канале уже 29 февраля 3 часа ночи в москве что-то не спится мне решил я пованговать что будет на послании президента федеральному собранию уже сегодня астрономически сегодня будет послание федеральному собранию вообще вангование дело неблагодарное уже через несколько часов вы будете знать реальность и скажите аган ты ошибся здесь здесь еще здесь но тем не менее все-таки у меня сейчас никакой информации нету поэтому решил все-таки пованговать это вообще позволяет поддерживать ум в тонусе чтобы мозги не разжижались пытаться анализировать и немножечко предсказывать ну что будет мой прогноз прогноз от агана понятно что великое величие россии становится еще более великим час от часу она прям величие растет это понятно то есть общие слова большая часть скорее всего ни о чем но тем не менее что касательно интриги интрига я думаю сейчас все это понимают заключается в преднестровье что будет с преднестровьем то есть будет ли второй фронт то есть для меня по крайней мере сейчас именно так вопрос стоит что указывает на то что он будет с одной стороны ну даже просто обстановка этого федерального этого послания федеральному собранию в москве вроде бы перекрывают где-то там центральной улице устанавливают экраны такое население это народ радоваться будет очевидно смотреть с больших экранов царя и так сказать стучать себя пяткой в грудь всячески проявлять радость так сказать ну а соответственно улица перекрывают чтобы от радости народ чего-нибудь не наделал каких-нибудь беспорядков поэтому вроде бы такого никогда не было чтобы перекрытие улиц трансляция на экранах ну прям не знаю что то что то ожидается такое прямо интересное дальше более серьезные вещи совсем недавно ну считайте что вчера преднестровье запросила некую помощь в россии ну якобы их там прессует молдова и соответственно какую-то помощь непонятно какую вроде бы в состав россии хотели ну слухи ходили что хотели попроситься они это опровергли но понятно врут как бы перед самым перед самым самым таким интересным моментом мог может быть вот может быть нет ну перед введением войск украину тоже соответственно говорили что ничего такого не будет поэтому то что они говорят что не будут проситься это еще не значит ничего короче попросили какую-то помощь не конкретизировав какую именно а россия уже вроде бы ответила в новостях было что внимательно изучит этот вопрос ну короче все очень похоже на то что предшествовало так называемому присоединению там лнр днр вот короче говоря как все очень похоже то есть вот это наверное больше всего наталкивает на мысли дальше 29 февраля если говорить о том что это может послужить началом какой-то большой войны например в европе то дата выбрана интересная если посмотреть начало второй мировой даже не второй мировой великой отечественной войны да и второй мировой 2 мировая 1 сентября это новолетие старое новолетие хоть и не 14 но все таки 1 сентября новый стиль скажем так новое новолетие новое старое новолетие начало великое отечественное нападение именно на союз это 22 июня солнцестояние и так далее то есть это сакральные даты 29 февраля это високосный год но високосный день в високосном году по сути именно тот самый день из-за которого каждый четвертый год является високосным вообще високосный год это ну традиционно считается год трудный с огромным количеством каких-то неприятностей и так далее вот здесь именно этот день поэтому ну взять его в качестве отправной точки для еще большего уродования мира ну вполне в принципе логично дата такая немножечко сакральная с другой стороны опять же ну допустим да допустим россия сейчас ввязывается что еще как бы в эту пользу говорить что вяжутся киев за три дня немножечко не получилось уже два года киева как бы пока вроде нету ядерному электорату нужен какой-то маленький блицкрик для поднятия духа боевого поэтому если сейчас к примеру без боя берут Приднестровье что вполне возможно то ядерный электорат конечно будет улюлюкать ликовать Приднестровье наше как и там Крым наш ну короче говоря это поднимет его боевой дух соответственно надо сплотиться затянуть пояса и так далее там может быть мобилизацию провести ну короче говоря вот вот уже чуть-чуть и мы станем великими ну ради такого дела и подохнуть как говорится не грех вот тем более что сразу в рай обещано это они подохнут а эти в рай сразу попадут вот ну короче ядерный электорат будет очень доволен вот что касается развития событий ну например блицкрига будет ли он да может быть смотрите у молдовы сейчас воевать нечем впишется ли европа ну румыния изначально может быть и вся европа это большой вопрос они отвлечены на украину сейчас на ситуацию в украине поэтому может впишется может нет то есть если вдруг европа не вписывается то россия спокойно может этот кусочек не прибранный прибрать и вот как раз получается такой триумф зетной пропаганды триумф царя вот блицкрик удался все Приднестровье наше ну соответственно про Киев за три дня можно немножко забыть победа пошли видите Авдеевку взяли сейчас целый Приднестровье может быть возьмут с другой стороны если все-таки никто просто так не отдаст Приднестровье к примеру за него впишется Европа то Россия здесь попадает на серьезный второй фронт причем очень неудобный второй фронт в отличие от ДНР ЛНР сухопутной границы нету любые войска в Приднестровье это десант десант который будет где-то рядом с Украиной шасток который могут сбивать не допускать туда и так далее вот и в таком случае это будет практически наверняка начать мобилизацию серьезную вот будем посмотреть как говорится что будет уже несколько часов осталось вот это видео публикуется до начала послания в любом случае ну и соответственно посмотрим насколько попал насколько не попал если все-таки попал то соответственно ну допустим начнется заваруха серьезная то ждите мобилизацию я все-таки ставил больше на осень но тогда конечно до осени ничего не будет ну точнее все уже случится до осени ну и да нужно понимать что может быть прямо сейчас там после послания федеральному собранию какая-то очередная СВО не начнется может быть будут какие-то слова сказаны которые очень быстро приведут к ее началу то есть сейчас слова что смотрите мы там будем защищать своих граждан проходят выборы инаугурация формирования нового кабинета правительства и соответственно все ну раз вы такие нехорошие нацисты кто там будут сейчас укро нацист а это будут как молдава нацисты наверное да молдава фашисты вот то соответственно все мы идем освобождать преднестровье ну вот примерно то есть вполне возможно это тогда будет на после вот эти цирковые мероприятия с выборами там с инаугурации ну то есть это где-то май опять же апрель май вот так ну соответственно опять же все будет зависеть от того впишется европа или нет но как бы она может вписаться может быть не сразу но со временем потому что опять же к этому времени даже чуть раньше заявление по преднестровью прозвучали слова макрона что в украине могут использоваться европейские солдаты ну вот может быть не украина а преднестровье потому что все-таки это еще ближе к европе более выгодный вариант для европы потому что нету полного столкновения с армией только десантные какие-то высадки с моря или же опять же с моря не очень понятно скорее с воздуха то есть все-таки невозможность задействования огромного контингента российского а десант он еще долететь должен чтобы его не сбили там украина может немножечко посодействовать скажем так вот еще с одной стороны вот эта военная база точнее склад оружия в колбасово деревне колбасово для россии сейчас может оказаться выгодным это огромный по моему самый большой склад оружие в восточной европе советского оружия а так как у россии сейчас с оружием напряженка то может быть просто попытаться забрать этот склад для использования в украине то есть какой-то десант и соответственно цель никакой не освобождение там преднестровья завладение вот этим оружием которое без нужды лежит и очень может быть россии бы пригодилась может быть так ну посмотрим что из этого кажется выстрелит не выстрелит в общем ждем развития событий и наблюдаем